Друзья, приветствую вас на нашем канале. Машины полноприводного семейства УАЗ-450 начали выпускаться в Ульяновске в 1958 году. А развозной грузовичок 450D, который реставрировал энтузиаст из Нижнего Новгорода по имени Михаил, сошел с конвейера в 1964 году. Буквально за год до смены 450-х, на более современные, модернизированные 452-е. Эти компактные грузовики в слегка измененном виде выпускаются и по сегодняшний день. Однако уцелевшие экземпляры УАЗ-450 сегодня уже являются коллекционной редкостью, и особенно мало именно так называемых головастиков УАЗ-450D. Этот грузовик с деревянными бортами Михаил отыскал во Владивостоке. Хозяин грузовика был очень удивлен звонком из Нижнего Новгорода. Машина попала на Дальний Восток сразу после своего выпуска и до середины 90-х возила начальника цеха одного из предприятий, который впоследствии и выкупил автомобиль, однако почти не эксплуатировал. После грузовик почти 10 лет работал у нового хозяина на перевозки сельскохозяйственных грузов, а после того, как начал сыпаться, встал на прикол, так как в негодность пришло подавляющее большинство узлов и агрегатов, включая и сам двигатель. Переговоры по покупке автомобиля продлились три дня, а вот дорога от Владивостока до Нижнего Новгорода заняла почти три недели. УАЗ погрузили на платформу и все прошло без происшествий, не считая разбитой фары. После того, как грузовик попал в ремонтный цех, его разобрали до винтика. Сначала ему провели тщательную дефектовку. Как оказалось, рама была в более чем удовлетворительном состоянии, на ней отсутствовала сквозная коррозия и требовался лишь косметический ремонт, что и было сделано. Ее очистили от масляного налета и грязи, покрыли грунтом и выкрасили в черный цвет. Гораздо более кропотливого ремонта потребовала кабина, которая в некоторых местах проржавела насквозь. Поврежденные детали были срезаны и заменены на новые вставки, отформованные под заводские изделия. Кроме того, кабину подвергли очистке песком, обработали антикоррозийным составом и покрыли грунтом. Было принято решение покрасить ее в оригинальный заводской цвет, темно-зеленый. Параллельно с кузовными работами, капитальному ремонту подверглись силовой агрегат и трансмиссия. Деревянный кузов также находился в неприглядном состоянии. Все его металлические компоненты были зачищены от ржавчины и покрашены в черный цвет. Дерево на бортах заменили на новое и выкрасили заводским зеленым цветом. Поскольку у Михаила не было цели проводить какие-либо модернизации автомобиля, салон грузовичка никаким обновлением не подвергался, ограничились лишь косметической реставрацией. Оригинальные сидения и крышу обшили износостойким кожзаменителем, установили новую подсветку в плафон и приборную панель. По окончании всех работ из ремонтного цеха выехал реставрированный УАЗ-450Д, который даже лучше тех, что выходили с конвейера. Конечно же такой автомобиль не используется для перевозки грузов, однако он является частым участником тематических выставок и автопробегов. На этом у нас все, спасибо за просмотр. Напишите обязательно в комментариях, понравился ли вам итоговый результат. Есть ли среди вас фанаты такой детальной реставрации? Не забудьте подписаться на канал и до новых встреч.